Общественный фонд «Казахстан Инновейшн» провез соцопрос. Более двух тысяч человек высказали свое мнение. Следующий был вопрос, то есть, как по вашему, какой уровень коррупции в нашей Акмолинской области? Так вот, 76% опрошенных считается, что уровень коррупции на среднем уровне. 11% считает, что уровень коррупции высокий и он растет. 13% что уровень коррупции пошел на понижение. По мнению респондентов, коррупция чаще всего встречается в сфере архитектуры и строительства, а сельское хозяйство считается не таким коррумпированным. Согласно опросу, не против незаконно обогатиться сотрудники патрульной полиции, а вот деятельность правительства для граждан была положительно оценена населением. 40% респондентов не скрывали, что давали взятки для решения своих личных проблем. Тема горячая. Было предложено разработать, уточнить и выверить методологию подобных соцопросов и исследований. Однако, агентство подтверждает снижение коррупционных рисков в регионе. Агентство было разработан в методике расчета индикатора, отражающего уровень коррупции в регионах. И он уже согласован с администрацией президента и сейчас находится в работе. И по нему провели предварительные расчеты, уже сделали по областям и направили на места, чтобы вы знали. Значит, Ахмолинская область, наша область, входит в пятерку наименее коррумпированных областей. Затем глава областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства доложила о принятых мерах по недопущению коррупции в ведомстве. Однако, сухие цифры не говорят ни о чем. Спикерам сделали замечание уходить от штампованных отчетных докладов. Управлением Акиматом разработать и утвердить планы реализации этих коррупционных стратегий на 2021-2022 годы. В соответствии с своей спецификой деятельности, по результатам рассмотрения повестки дня в целях предупреждения противодействия коррупции, поручаю Акимам городов, районов, областным управлением принять исчерпывающие меры по прослаке предупреждения коррупции. После встречи мы поговорили со столичным инспектором партии Нур-Отан и поинтересовались его мнением о коррупционной ситуации в регионе. Есть такое понятие – это проведение внутреннего и внешнего анализа коррупционных рисков. Каждый госорган, каждый местный исполнительный орган должен проводить эту работу. На регулярной основе они представляют эту аналитическую справку полгода раз уполномоченному органу – это департаменту агентства по противодействию коррупции. Стоит отметить, что не все госорганы имеют такие справки аналитические. Даже если эти справки есть, то можно отметить, что это формальный подход. В сентябре главе региона предстоит отчитаться столице перед Республиканским общественным советом по вопросам противодействия коррупции в области.